помните это состояние бабочек в вашем животе состояние влюбленности самое яркое ощущение нашего организма многие кто часто меняет партнеров сами того не осознавая ищут именно этих эмоций и нам требуется всего лишь 200 миллисекунд на то чтобы вынести решение считаем ли мы кого-то соблазнительным тестостерон многократно усиливает животный инстинкт у обоих полов он взаимно усиливает желание заняться сексом и выделяется больших количествах когда приступаешь к процессу соблазнения мужчины выделяют особенно много тестостерона когда ощущает запах женщины находящийся в плодородной фазе своего цикла а тем временем дамы будучи в плодородной фазе цикла производят особенно много эстрогена что многократно усиливает сексуальное влечение когда влюбленность достигает своего пика мысли о потенциальном спутнике жизни не покидает голову растерянное сердце принимается бешено трепетать кожа краснеет ладони потеют одного взгляда на любимого достаточно чтобы взорвался заряд дофамина это происходит в области мозга и при наличии состояния влюбленности выстреливает нейротрансмиттер который вызывает эйфорию и действует на мозг словно кокаин таким образом у влюбленных с повышенным содержанием дофамина прослеживается типичное поведение наркоманов приумножение энергии подавление голода снижение потребности во сне чуть позже тело переходит в другой режим сердце начинает бешено колотиться и это заставляет чувствовать волнение объем памяти увеличивается восприятие времени меняется за все это отвечает норадреналин нейротрансмиттер серотонин дарит нам чувство умиротворенности душевного покоя правда неизменно приходится думать о другом человеке были случаи когда для борьбы с болезненным состоянием влюбленности приходилось использовать препараты повышающий уровень серотонина первоначальные гормоны постепенно успокаиваются уступают место действию окситоцина и вазопресина происходит уменьшение количества дофамина и норадреналина вследствие этого страсть проходит а взаимную привязанность возрастает гормон моногамии вазопресин попадает в кровь во время возбуждения при повышении этого гормона вы остаетесь верны друг другу и нередко появляется агрессивная реакция на соперников которые позволяют себе лишнего если заблокировать вазопресин то вы перестанете тревожиться что соперник флиртует с вашей избранницей гормон ласки окситоцин выделяется прежде всего при нежных касаниях это приумножает человеку связь и доверие к партнеру такая атака мозга химическими веществами заставляет нас пристраститься к частому времяпровождению с возлюбленным для получения последующих доз нередко можно услышать как люди жалуются что после первых двух фаз удовольствие влечение ослабевает в основном это случается через три года отношений но мы вероятно и не смогли бы многого достичь в жизни если беспрерывно пребывали бы в состоянии страсти с любовью дело обстоит так же как с другими веществами вызывающими зависимость приятно иногда пропустить пару кружек пива с друзьями но если начнешь ежедневно закладывать за воротник друзья вскоре не захотят иметь с тобой ничего общего